Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Галина Топилина. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Один выезд и тот не обустроен. Глава Самары Елена Лапушкина встретилась с жителями ЖК на 18-м километре Московского шоссе, которые рассказали о проблемах микрорайона. Дом 55 по улице Степана Разина нуждается в капремонте. План действия обсудили с жильцами глава Самарского района Роман Рудюков и представители прокуратуры. Во всех районах Самары работают пункты приема обращений граждан к Рио-губернаторам. С какими вопросами туда приходят жители? Шесть человек официально зарегистрированы в качестве кандидатов на должность губернатора Самарской области. Об этом сообщили в избиркоме. Вячеслав Федорищев от партии «Единая Россия», Алексей Лескин от КПРФ, Владимир Плякин от «Новых людей», Степан Соловьев от партии «Зеленая альтернатива», Михаил Маряхин от партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду», Наталья Бесярина от ЛДПР. Выборы пройдут с 6 по 8 сентября. В Рио губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в совещании, которое провел Дмитрий Николаевич Патрушев, заместитель председателя правительства Российской Федерации. Тема – исполнение поручений по строительству и реконструкции очистных сооружений, которые ведутся в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». По поручению Дмитрия Николаевича по всем объектам будут подготовлены дорожные карты выхода на нормативные показатели. Мы обязаны выполнить поставленные задачи, так как это безопасность жителей региона. Вопросы экологии – одни из приоритетных и станут частью программы социально-экономического развития области, которую мы формируем на ближайшие пять лет. Следующее заседание по реализации проекта «Оздоровление Волги» запланировано на 16 августа. Один выезд на 10-тысячный жилой комплекс. Жители ЖК на 18-м километре Московского шоссе обратились к главе города с просьбой. У них есть выезд на Ракитовское шоссе, а на Московское приходится выбираться по грунтовке. Елена Лапушкина выехала на место и встретилась с представителями застройщика и собственниками квартир. Какие договоренности были достигнуты в нашем сюжете? Алексей Ногинский купил здесь квартиру, когда строился самый первый дом жилого комплекса. Менеджеры по продаже обещали жителям, что дорога появится, как только завершится возведение первой очереди. Сейчас их уже три. В жилом комплексе проживают около 10 тысяч человек. И пока есть только один благоустроенный выезд – на Ракитовское шоссе. Но большинство жителей выезжают на Московское, а туда ведет дорога, которая находится в неудовлетворительном состоянии. Фактически наш застройщик зажал нас в кольцо, и мы не можем другими путями какими-то выбираться, кроме как выезду по этой грунтовой дороге. Власти города не могут благоустроить эту дорогу, потому что она находится в частной собственности, а собственник благоустраивать ее не желает. Жители через соцсети обратились к руководителю региона Вячеславу Федорищеву. Их пригласили на личный прием главе города. Чтобы оценить ситуацию, Елена Лапушкина выехала на место, где встретилась с представителями застройщика, профильных департаментов и собственниками квартир. У вас уже есть въезд со стороны Ракиты? Если бы у вас не было вообще дороги, тогда бы речь шла о сервитуте. Но у вас есть заезд? Один. На 10-тысячный же кадр. Во время встречи наметили варианты решения вопроса. Рядом с одним из торговых центров есть территория, на которой можно построить дорогу. Глава Самары поручила профильному департаменту провести обследование зоны. А вот справа, вот здесь, муниципальная земля, здесь идет водовод и канализация. Соответственно, до забора вполне упирается. Если канализация-то точно дорогу не сделаешь. А, нет. Но это надо доски, не смотри. Снова справа. Глава города поручила профильным департаментам оценить, подходит ли эта территория для проведения дорожных работ. После обследования участка будет принято решение. Кроме того, Елена Лапушкина поручила главе Кировского района Игорю Рудакову направить на участок представителей земельного контроля, чтобы обозначить границы частной и муниципальной собственности. Жители ЖК рассказали и о необходимости обустроить тротуар, выходящий на московское шоссе. Он проходит вдоль торгового центра. И весной во время таяния снега с крыши на прохожих копыт вода, а под ногами образуется лужа. Было решено оборудовать водосток. Виктория Шара и Валерий Майоров. События. Жильцы домов на улице Степана Разина обратились к руководителю региона Вячеславу Федорищеву с просьбой помочь провести капитальный ремонт. На обращение отреагировала глава Самарского района Роман Радюков. Как прошла встреча с жителями, расскажет Елизавета Прокопенкова. Этому дому около 160 лет. Когда-то здесь жил вместе со своей семьей художник Федор Буров. Тут он учил живописи Кузьму Петрова-Воткина и Георгия Подбельского. К художнику заходил в гости и Владимир Ленин, который работал через дорогу в суде. Прошли годы и в доме сменились жильцы. Сейчас они обеспокоены состоянием здания, поэтому обратились к руководителю региона Вячеславу Федорищеву с просьбой помочь провести капремонт. Поводом для обращения послужило объявление неизвестного происхождения, в котором было указано, что дом признан аварийным. Из-за этого ремонтные работы не производят. В 22-м году, совершенно неожиданно, за него взялись. Он был полностью откопан, укреплен фундамент, все это облицован соколь, привели в порядок фасад. В общем, домом занялись. Сразу после фасада должна была быть отремонтирована и кровля. Нас это, конечно, устраивало. А потом тишина. Вот появилась вот эта бумажка, что мы аварийные. Взаимодействие органов власти и жителей Самары способствует оперативному решению вопросов в сферах ЖКХ и благоустройства. Главы районов города выстраивают коммуникацию с горожанами, отвечают на вопросы в соцсетях и решают возникшие проблемы на очных встречах. Глава Самарского района Роман Рудяков оперативно отреагировал на сообщения жителей домов по улице Степана Разина и договорился о встрече. Собрание с жителями прошло при участии прокуратуры. Роман Рудяков отметил, что дом не признан аварийным, но по какой-то причине исключен из перечня зданий, нуждающихся в капитальном ремонте. Во-первых, мы посмотрим сейчас, сколько денег есть на текущем ремонте у обслуживающей организации. Потом, если там будет денег недостаточно, рассмотрим вариант, так сказать, отремонтировать в складчину. Либо попытаться восстановить дом в фонде капитального ремонта, заказав экспертизу за счет жителей. Если эта экспертиза покажет, что износ менее 70%, то, соответственно, мы вернем этот дом в фонд капитального ремонта. Что касается дома номер 55Б, то здесь к капремонту фасада, фундамента и инженерных сетей ответственная организация не приступала. По этому вопросу состоится судебное заседание в сентябре текущего года, где прокуратура будет действовать в интересах жителей. Напомним, что в каждом районе Самары работают пункты приема и обращений граждан в адрес главы региона Вячеслава Федоричева. Полученные сообщения лягут в основу программы развития региона 2024-2029. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский, События. Во всех районах областной столицы работают пункты приема и обращений граждан к вриу губернатора Самарской области. Жители могут пожаловаться на любую проблему. Как работает пункт приема заявлений в железнодорожном районе и что волнует местных жителей в нашем сюжете. Жительница железнодорожного района Самары Галина Никулина говорит, в приемную губернатора обращается уже в третий раз. Вопросы разные. На этот раз хочет разобраться с долгом. Недавно управляющая компания выставила жителям 35-го дома по улице Аэродром на счет на 191 тысячу рублей. Такая сумма набежала по общедомовому счетчику за воду. Те, у кого есть счетчики домовые, квартирные, в квартире, мы обязаны теперь платить по общедомовому счетчику. Но это очень большое. Мы, во-первых, ну как говорится, экономим по счетчику, чтобы меньше у нас лилась вода. А очень много, у кого нет счетчиков. Воду они льют сколько хотят, потому что счетчика нету. А потом вот за 23-й год сделали перерасчет, ну что-то очень большая сумма. 191 тысячу получается мы. Излишек воды у нас получился. И вот получается так, что мы со счетчиками должны платить за воду, которой мы не пользуемся. Но это же неправильно. По словам Натальи Скворцовой, которая работает в пункте приема обращений, жители приходят ежедневно. Их волнует проблема благоустройства, ремонта дорог, особенно в частном секторе, медицины. Очень много проблем у жителей с компаниями, с ресурсоснабжающими. Очень много вопросов. Канализация течет, подвалы заливает вот этим фекалием. То есть очень долго реагируют бригады аварийные. Есть вопросы по благоустройству внутриквартальных проездов. То есть тоже есть вопросы, хотя каждый год внутриквартальные проезды ремонтируются каждый год. Пункты приема обращений граждан к вреу губернатора работают во всех районах Самары ежедневно. Их адреса можно уточнить на сайте правительства Самарской области. Виктория Шара, Игорь Казановский, События. Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении единовременной выплаты для контрактников. Военнослужащие, которые с 1 августа по 31 декабря этого года подпишут контракт для участия в СВО, получат единовременно 400 тысяч рублей. Ранее размер этой выплаты составлял 195 тысяч рублей. Напомню, что в Самарском регионе по поручению в Рио губернатора Вячеслава Федорищева увеличили единовременную выплату при заключении контракта о прохождении военной службы с 800 тысяч рублей до миллиона. Подробную информацию о поступлении на контрактную службу можно узнать в Самарском пункте отбора по адресу улица Ленинская, 147. Там специалисты встречают желающих подписать контракт, проводят тестирование, медицинскую комиссию и предоставляют открытую информацию об условиях прохождения военной службы, социальных гарантиях, льготах и компенсации не только для бойца, но и для членов его семьи. Пакостят они уже на территории нашей страны. Очень много. И есть возможность у меня такая помочь. Ну, должен помочь. Отдать долг Родине. 25 новых служебных автомобилей поступили в подразделение вневедомственной охраны Росгвардии Самарского региона. В церемонии вручения принял участие руководитель ведомства полковник полиции Евгений Панков. Подробности далее. В Самаре состоялось торжественное вручение ключей от нового служебного автотранспорта сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии. За счет средств федерального бюджета автопарк подразделений вневедомственной охраны Самарского региона пополнили 25 новых служебных автомобилей. В церемонии передачи патрульного транспорта принял участие начальник управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Евгений Панков. Он отметил, что каждый день экипажи Росгвардии пресекают правонарушения и задерживают преступников, поэтому поступившие в подразделения патрульные автомобили станут существенным подспорьем и позволят решать поставленные задачи. Новая машина гораздо приятнее. Служу 6 лет. Родители гордятся. Семья гордится тоже. Сын сказал, что вырастет тоже пойдет служить Росгвардию. Весь автотранспорт оснащен громкоговорящими устройствами, радиостанциями, видеорегистраторами, а также медицинскими укладками для оказания первой помощи. Передовая ключи от служебного транспорта, полковник полиции Евгений Панков поблагодарил сотрудников вневедомственной охраны региона за добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм. Приносите огромную пользу нашему областью и непосредственно находитесь на острие по охране общественного порядка. Спасибо вам за вашу работу, за вашу службу и по местам внесения службы разойдись. Инновации и новые рабочие места. Глава региона Вячеслав Федорищев возглавил в Госсовете Российской Федерации комиссию по промышленности. Каких изменений в связи с этим стоит ждать? Своим мнением поделился член общественной палаты Самары Петр Барсуков. Развитие промышленности в нашей области, оно очень перспективно. Развитие производства подразумевает под собой развитие новых технологий, внедрение всяких инноваций. И совместно с наукой, которая у нас тоже достаточно серьезно развита в Самарской области, наше производство имеет возможность быть конкурентным по всей стране и занять лидирующие позиции. Это непосредственно создание рабочих мест, высокоуплачиваемых. Далее коротко о других темах дня. Экспорт бензина из России в июле 2024 года сократился на 33%. При этом поставки на внутренний рынок возросли на 5% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин. Он добавил, что объем поставок дизеля на внутренний рынок сейчас на 8% выше, чем в прошлом году. Экспорт, по его словам, также превысил показатели прошлого года. Сорокин также рассказал, что удалось подавить всплеск цен на бензин АИ-95 в опте. Автоваз планирует пересмотреть цены на большинство своих моделей в середине августа. Например, седаны и лифтбеки Лады Гранта подорожают в среднем на 16 тысяч рублей. Лада Гранта Спортлайн увеличится в цене на 21,5 тысячу. Подорожание ждет Нива Тревел. А вот Нива Легенда в начальной комплектации по-прежнему будет стоить 981 тысячу рублей. Цены на большинство модификаций Лада Веста уже корректировали в июле. По новым прайс-листам суммы останутся прежними. В Самаре под государственную охрану взяли усадьбу Яновых. Соответствующий приказ разместили на сайте официального публикования. Здание, располагающееся на Ленинградской, является объектом культурного наследия. Также в документе перечислены предметы, попадающие под защиту. В списке находятся элементы интерьера и декора наружной части здания. Абхазия в августе может предложить россиянам бюджетный отдых. По данным туроператоров, отдых на двоих в трехзвездочной гостинице на 10 дней с завтраками обойдется почти в 100 тысяч рублей. В сумму входит полет в Сочи с трансфером до Абхазии. Отпуск в Анапе и в Сочи выйдет немного дешевле – 78 тысяч рублей и 96 тысяч соответственно. Еще доступнее может оказаться отдых в Крыму и на курортах Азовского моря. Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и в Рио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев встретились с участниками Всероссийского молодежного форума «Иволга». Гости осмотрели основную площадку, культурно-досуговый центр, шатер киберспорта и семейный павильон, посетили выставки. В этом году «Иволга» собрала на Мострюковской поляне 2000 участников из 82 регионов России. В знак признания богатой истории форума, тесно связанный с Приволжским федеральным округом, один из дней в программе объявили «Днем ПФО». Подробности в репортаже нашей съемочной группы. 2000 участников со всей России. Молодежный форум «Иволга» в этом году вышел на федеральный уровень и стал частью движения первых – общественной организацией, объединяющей активную и талантливую молодежь страны. В день Приволжского федерального округа к участникам форума приехали полномочный представитель президента ПФО Игорь Комаров и глава региона Вячеслав Федорищев. На Мострюковской поляне они пообщались с участниками «Иволги», осмотрели площадки, посетили выставки. Одна из них под названием «Герои среди нас» знакомит с историями бойцов и ветеранов СВО. «Здесь такая патриотическая зона у нас расположена. Участники и открытки в том числе пишутся словами благодарности нашим героям, которые мы в завершение форума вместе с нашим гуманитарным грузом, сейчас его тоже покажем, мы отправим на новые территории». Этот год объявлен в России годом семьи. На форуме и организовали семейный павильон. Интерактивной зоной позволяет участникам форума почувствовать семейную атмосферу. Здесь же проходят мероприятия, направленные на поддержку и развитие семейных ценностей. Традиционно на «Иволге» работает инклюзивный городок для участников с ограниченными возможностями здоровья. Губернатор Вячеслав Федорищев пообщался с Борисом Кузнецовым, чемпионом России по паровелоспорту. «Я стал с колясками, благодаря мне силы воли и плюс паровелоспорта. То есть, за тем, что велоспорт меня вывел на этот уровень». Глава региона подчеркнул, что в области паралимпийские виды спорта будут поддерживаться. Средства на это предусмотрены в бюджете. Встретились почетные гости с активистами движения «Первых». Ребятам пожелали всегда помнить своих учителей, максимально участвовать в мероприятиях форума и не терять контакты с участниками из других регионов. «Одна из основных целей у нас, Свячеслав Андреевич, это посетить и послушать именно мнение ребят. Потому что жизнь наша меняется, она не стоит на месте. Много возникает новых моментов, явлений, инициатив в жизни. Меняются и потребности ребят, и готовность участвовать во всем этом. Здесь вот очень важно постоянно быть на связи». «Я уверен, что каждый из ребят, который вернется в свой родной город, в свой родной регион, республику, край, будет с теплотой вспоминать Самарский область, Приволжский федеральный округ, знакомства, которые здесь заведены, дружеские, товарищеские, потом перейдут в рабочие, хорошие коммуникации, и это останется у ребят в сердце навсегда». Итоги конкурса проектов еще предстоит подвести. Но уже определились 24 победителя, из которых 18 представляют Приволжский федеральный округ. Самарских проектов из них три. Общий грантовый фонд поддержки в этом году – 20 миллионов рублей. 10 миллионов рублей из них выделены дополнительно из областного бюджета по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева. Августина Охременко, Константин Головин, События. Самая летняя ягода. В Самаре наступил долгожданный сезон арбузов. Надежный способ убедиться в спелости и сочности – разрезать и посмотреть. Однако такая покупка чревата рисками. Есть и другие способы проверить – осмотреть, постучать и даже отправить в заплыв. Как выбрать самый вкусный, спелый и безопасный арбуз, расскажут наши корреспонденты. «Чтобы пятно было желтое побольше, чтобы он хрустел внутри. Слышно, когда выжимаешь сокол. Хрустит. И кончик, чтобы был сухой». «Арбузы выбираю, чтобы они в первую очередь были настолько звонкие, твердые, упругие. Чтобы было такое ощущение, что он вот-вот скоро лопнет. Тогда он, в принципе, должен быть спелый». «Чтобы хвостик был сухой. Я знаю, чтобы желтое было такое, трещины такие небольшие. Ну, а по звуку я не умею определить». «По звуку выбираю. И по корешку еще. И все, по звуку. Вы его посукаешь вот так. И он прямо отдает хорошо прям. Здравствуйте, а откуда арбузы? Большой крупный арбуз «Казахстан». Мелкий солилец. Какие вкуснее? Большой казахский арбуз, он сахарный, сладкий. Солилецкий, красный, тоже сладкий арбуз. Хорош, тонкокорый. Хазрат Азимов на этом рынке – частый гость. Сегодня он собирается за Волгу. Отличный способ утолить жажду – съесть холодный арбуз. Он и накормит, и напоит, рассказывает Хазрат. Главное – правильно его выбрать. «Я внимание обращаю, чтобы не мято, не треснутое было. Ну, и по звуку понимаю сам. Такой, как у барабана чуть-чуть. Такой стучишь, он такой хороший». При покупке полосатой ягоды нужно обращать внимание еще на несколько признаков. Во-первых, на земляное пятно. Оно должно быть одно – в идеале ярко-желтого цвета. Если оно белое – это первый признак незрелого плода. А вот сухой хвостик, на который ориентируется почти каждый второй покупатель – совсем не показатель. «Некоторые уверены в том, что если у арбуза сухой хвост, значит, он наверняка спелый. Но это не всегда так. Обычно, когда хвост сильно сухой, это уже старый арбуз, и он может быть переспелый, если он плохо хранился, например, без холодильника. Это наверняка уже вялый арбуз внутри. Ну, хвостик должен быть слегка сухой, но лучше, конечно, зеленый». Также обращайте внимание на торговую точку. Если это рынок, то арбузы необходимо хранить патентом на специальных стеллажах или картоне. На товар у продавца обязательно должны быть документы. По словам специалистов, также не стоит брать половину арбуза или треснувший плод. И это небезопасно. «Нельзя покупать арбузы частями, и не советуем просить продавца взрезать, чтобы попробовать арбуз, так как арбуз содержит большое количество сахаров, и это очень хорошая питательная среда для микроорганизмов. Поэтому быстро они размножаются, плюс арбузы хорошо впитывают и пыли, и соли тяжелых металлов, которые могут находиться в воздухе, в выхлопных газах автомобилей и так далее». Перед употреблением арбуз необходимо тщательно помыть. Частички пыли и грязи, находящиеся на кужуре, могут попасть внутрь плода. А такой ягодой легко отравиться. Знатоки говорят, спелый арбуз не тонет в воде. Давайте проверим наш. Сейчас будем купать нашего полосатого друга. Опускаем. Держится на воде, значит, мы сделали правильный выбор. Режем арбуз. Успелого мякоть сочная, а при близком рассмотрении – крупинчатая. Если срез гладкий и блестящий, арбуз или не дозрел, или уже начинает портиться. Свежий арбуз приятно пахнет, а вот любой неприятный запах с кислинкой должен насторожить. Такой арбуз лучше выбросить и не рисковать собственным здоровьем. Ксения Баканова, Константин Головин. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Чтобы самостоятельно собрать необходимые документы для экспортной деятельности, предпринимателям приходится тратить много времени. Теперь можно использовать любую меру поддержки нацпроекта в один клик. Цифровая площадка «Мой экспорт» – самый короткий путь к рынкам мира. С помощью нее легко начать экспорт и увеличить продажи, выйдя на международные рынки при поддержке национального проекта «Международная кооперация и экспорт», информирует телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Глава Кировского района Игорь Рудаков встретился с инициативной группой жителей, которые вышли с инициативой создать еще один сквер в районе пересечения улиц Республиканской и Строителей. Он не только украсит район, но и станет местом отдыха и общения жителей. Название – выборное жителями сквер имени Героя Советского Союза танкиста Владимира Чудайкина. Владимир Иванович долгое время возглавлял Совет ветеранов Кировского района. Районные власти пообещали жителям совместно подготовить заявку для участия в программе благоустройства, чтобы уже в следующем году начать реализацию проекта. 10 августа в Самаре пройдет День физкультурника. В 8 часов на первомайском спуске набережной начнется зарядка с чемпионом, а в 10.00 стартует баскетбольный турнир «Оранжевый мяч» на спуске с площади Славы. На 17 часов запланировано начало основной программы. На главной сцене состоится чествование спортсменов, тренеров, работников отрасли. С 17 часов начнут работу более 40 интерактивных площадок. Авиамодельный спорт, кинологический спорт, северная ходьба, спортивное ориентирование, дизайн, фехтование, скалодром и многое другое. День физкультурника завершится ночным забегом, который стартует в 19 часов на спуске с площади Славы, пишет телеграм-канал Железнодорожного района. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего доброго, до свидания.